Здравствуйте! С вами Дмитрий Споров. Сегодня в программе «История одной фотографии» мы поговорим о кадре, который был сделан 130 лет назад на улице Арбат. Кадр сделан со Смоленской площади, и мы видим уходящую перспективу Арбата. Что же происходило за последние 130 лет в этом районе, и какова история фотографии в нашей сегодняшней программе. Сегодняшняя фотография – одна из череды городских видов, включенных купцом и исследователем Москвы Николаем Найденовым в свой альбом. Что это была за инициатива и что за альбом? Среди московского купечества были приняты различные формы коллекционирования, увлечения стариной, как следствие коллекционирования, и научные исследования. Это были крупные семьи, которые жили в Москве уже не одно поколение, которых все очень хорошо знали, и которые старались оставить о себе память в нашей истории. И сейчас многие вспоминают о благотворительных проектах Павла Третьякова, семье Бахрушинах, купца Солодовникова или многих других. Но был еще и проект «Запечатление Москвы» на фотопленке. По существу два таких масштабных проекта были осуществлены в рамках частной инициативы двух людей. Первый – это Эмиль Готье де Фойе, который фотографировал Москву и оставил нам великолепную подборку московских видов, московских фотографий. И второй проект – это проект Николая Найденова, который издал несколько альбомов по истории Москвы. В первую очередь Найденова интересовали храмы, монастыри, церкви, вся православная архитектура. И он сфотографировал для нас все московские церкви, храмы и монастыри. Но кроме церквей Найденов интересовался и городскими видами, пейзажами, зарисовками. И фотография Арбата была сделана именно как часть панорам улиц города. Кроме собственных фотографий Найденов приобретал уже готовые негативы у известных фотоателье, в которых в Москве насчитывалось несколько сотен. Благодаря Найденовскому проекту мы можем увидеть мелкие штрихи и детали. Во-первых, по самому кадру. Кадр сделан почти со Смоленской площади и захватывает перспективу улицы Арбат в центр. С левой стороны видны двухэтажные каменные здания, которые до сих пор являются самыми старыми на улице Арбат. Эти здания еще до наполеоновской постройки, они пережили пожар, именно благодаря тому, что были каменными. Большая часть города строилась из дерева, а из камня чаще всего возводились либо церкви, либо административные центры. Что такое административный центр? Это приказная изба, это место, куда складывалось все самое ценное, и из которого осуществлялось управление данным конкретным участком города. Все здания с правой стороны снесены при строительстве высотного здания на Смоленской площади. По сталинскому плану монументальной пропаганды, Москва должна была стать новым городом, новым центром мира. Тем городом, который стал бы символом и примером для подражания, как минимум для всех стран союзников Советского Союза, то есть впоследствии это страна Варшавского договора, а как максимум для всего мира. Соответственно, город полностью менял свою структуру застройки, архитектуру застройки. В городе должен был появиться новый центр. Это супервысотное здание вместо храма Христа Спасителя, Творец Советов. Оно должно было стать самым высоким в мире. И на это здание равнялся остальной город. Именно поэтому в Москве были спроектированы 8 высотных зданий, каждая из которых ставилась в своем отдельном месте. Это место значило для московской архитектуры очень много. А некоторые говорят, что и для паранормальной истории Москвы, для мест аномальной застройки эти здания были чрезвычайно важны. Но не будем уходить в мистику. Поговорим о том, что мы видим сейчас и что видели раньше. Очень часто пишется, что проекты высотных зданий были привезены из Германии. Это не вполне так, поскольку советские архитекторы основательно работали над этими проектами и фактически сделали их заново. Возможно, идея пришла из Германии. Ну и идея была своя, поскольку строить небоскребы, строить высотные здания Сталин хотел всегда. И пример тому – фундаментальное строительство на месте храма за Спасителя. Высотное здание на Смоленской площади планировалось построить без конечного шпиля. Но поскольку Иосиф Виссарионович вникал в любую мелочь и, как известно, был и прогрессивным лингвистом, и прогрессивным генетиком, и так далее, он считал себя вправе участвовать в строительстве. Плюс ко всему строительство московских небоскребов было одним из любимых детища Сталина. Когда Иосифу Виссарионовичу принесли на окончательную резолюцию проект здания на Смоленской площади, вождь сказал – а где же шпиль? Архитекторы ничего не могли придумать лучше, как дорисовать шпиль в тот же момент и сделать его уже не каменной, а железной на крыше здания на Смоленке. До сих пор здание МИДа венчает железный шпиль, который немножко выбивается из общей стилистики архитектуры мидовского здания. Смоленская сенная площадь до революции была крупнейшим рынком сбыта дерево, дров и сено. Соответственно, здесь покупалось сено для московских экипажей, и сюда приезжали извозчики подкормить своих лошадей. Место было очень бойкое, и как Смоленская площадь, так и Арбатская имели свои рынки. Сейчас эти рынки ушли в далекое прошлое, как и сами площади, которые фактически поглощены. Одна бульварным кольцом, другая садовым. На фотографии Арбата, сделанной в 80-е годы 19 века, хорошо видны рельсы, которые проложены по центру улицы. По этим рельсам передвигалась конка, то есть вагон, запряженный чаще всего парой лошадей, а если требовал рельеф местности, то четверкой или даже шестеркой. Специальные подпреженные экипажи стояли у всех московских возвышенностей, таких, как, предположим, Рождественский бульвар на Трубной площади, о котором мы уже говорили в наших прошлых передачах, или ряде других. Московская конка пользовалась большой популярностью, но газеты писали, что это слишком опасный вид транспортно и передвижная установка по отрубанию ног. Москвичи не были аккуратны в пользовании общественным транспортом, и конка должна была прижиться в общественном сознании, в том числе и правила поведения на конке. В глубине кадра, с правой стороны, мы видим дом, который до сих пор стоит на углу с денежным переулком. Этот дом памятен нам, в первую очередь, тем, что на втором этаже, в угловом балконе, смотрел на Москву писатель Андрей Белый. Он родился в этом доме и родился с другой фамилией, с другим именем. Его звали Борис Николаевич Бугаев. Он родился в семье профессора Московского университета, хорошо знал круг московской интеллигенции, будучи мальчиком, наблюдал приходивших в гости к отцу профессоров университета, видных художников, литераторов и музыкантов. И все это сформировало творческую личность нового писателя. Он взял в себя по свиданиям Андрея Белый и считается одним из классиков русского символизма. Детские впечатления, в том числе и арбатские, он описал в нескольких романах. В гости к Андрею Белому приходили писатели Серебряного века, такие как Александр Блок или другие авторы, печатавшиеся в издательстве «Мусагет». Издательство находилось совсем рядом, на Гоголевском бульваре. За домом Андрея Белого, то есть за угловым домом с денежным переулком, виден самый известный дом на Арбате, без преувеличения. Это единственный собственный адрес Александра Сергеевича Пушкина в Москве. У Пушкина не складывалось с собственным жильем. Он жил у друзей, у знакомых, у родственников. Но собственной квартиры у поэта не было. И вот тут случилось событие, которое обязало Александра Сергеевича позаботиться о собственном жилье. Он женился. Перед свадьбой с Натальей Гончаровой Александр Сергеевич снял в аренду дом на Арбате, вернее, большую его часть, большую половину, второй этаж и часть первого этажа на полгода. Сумма сделки по тем временам была очень существенной – 4 тысячи рублей с золотом. Естественно, поэт должен был привезти молодую жену в собственный дом. И вот после венчания в церкви Большое Вознесение на Никитской улице Александр Сергеевич отправился в собственный дом на Арбате. Два дня о поэте никто не слышал, он не выходил из дома. И на третий день появился на Никитском бульваре в доме князей Гагаринах на Балу. И вот там весь Бал был под впечатлением, какая прекрасная Наталья Гончарова и какой изящный Александр Пушкин. Чита Пушкиных предполагала прожить в этом Арбатском доме полгода до лета и уехать летом в умение в Михайловское. Но не тут-то было. Решено было уехать раньше. И причиной тому, как писал Александр Сергеевич в своих письмах, были сложные взаимоотношения с тещей. С тещей, надо сказать, Александру Пушкину не очень повезло. Отношения Александра Сергеевича с своей тещей были сложными, натянутыми. Пушкин не скрывал, что уехал из Москвы именно потому, что теща слишком часто приезжала в их дом. Мало того, она выпивала с дворней, она советовала, как жить поэту и всячески вмешивалась в быт молодой семьи. Женщина эта была очень властная, своевольная. В ней была кровь сразу нескольких этнических групп. Ну и Александр Сергеевич, не потерпев этого, уехал из дома раньше времени. Сначала в Петербург, а потом в имение Михайловское. «Медовый месяц» был для Александра Сергеевича самым безрезультатным в творческом отношении. Он не написал ни одного значимого произведения, как маломальского заслуживающего внимания. Ну а глядя на нашу фотографию, мы можем представить, как по этой улице проезжал Пушкин в экипаже со своей молодой женой. Как он был здесь по-настоящему счастлив. МОСКОВСКАЯ ЖИЗНИ Дома была такова, что здания переходили из рук в руки. Я уже говорил, что большая часть московской недвижимости была в частных руках. Соответственно, владелец имел право перестраивать, достраивать и менять в доме все по своему усмотрению. Пушкины жили здесь относительно мало, меньше полугода. И люди спустя десятилетия забыли о том, что когда-то это был известный адрес для всей творческой элиты Москвы. Думать не думали, кто когда здесь жил. Дом многократно переделывался. В советское время это была одна из московских коммуналок. И только в 70-е годы 20 века старанием энтузиастов в доме был открыт музей. Многие здания из тех, что мы видим на нашей сегодняшней фотографии, ушли в прошлое. Но часть из них осталась. Удивительным образом они микрировали и дожили до нашего времени. Это общая судьба нашего города, которую мы можем увидеть с помощью фотоснимков прошлого. Всего доброго! С вами был Дмитрий Споров.